Продолжение следует... 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 А вот мы недавно с Виктором обсуждали этот вопрос как раз, случайно у нас возникла тема во время разговора, буквально вчера в мастерской, и мне кажется, что сюжет и техника работы имеют прямую зависимость, то есть они рождаются, видимо, в голове у художника одновременно. То есть с осознанием сюжета, будущей работой, приходит сразу же и осознание его техники исполнения. И это как раз и отвечает на ваш второй вопрос о фотографиях, то что приходит сразу же решение, делать ли какую-то работу фотографической или живописной. А вот для примера? Ну вот для примера, например, эта фотография, хотя она совершенно не подходит, вернее, эта картина, потому что она была сделана нами совершенно из разных материалов, То есть использовались здесь несколько различных источников, несколько фотографий, несколько картин и также... Пейзажей. Пейзажей, да, и также один американский известный художник, организатор группы «Флаксус», чье творчество ограничивается рисованием облаков на голубом небе. Он помог нам найти образ этого неба своим присутствием просто. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. 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 И вообще сыграла ли она какую-то роль в вашей жизни, вашей карьере, на ваш взгляд? Дело в том, что мы представляем здесь фирму «Строгий юноша» и галерею «Строгий юноша», которая очень скоро открывается в Санкт-Петербурге на Каменноостровском проспекте в доме номер 13. И замечательная работа – это платье, которое называется «Мастурбирующая пионерка». Оно не случайен выбор материала, поскольку это платье сделано из школьной ткани, в которой так долго мучились наши несчастные девочки. И вот такое знаменательное совершенно событие, как отмена школьной формы и какое-то легкое ностальгическое чувство по тем временам. Вот все это. Пожалуйста. А что для вас эта выставка значит? А для меня эта выставка – очень приятное развлечение. Спасибо. 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 Пошли сюда. Пошли сюда. Хорошо. Сейчас даже найдем маленькое масло. — Скажите, пожалуйста, существует ли, на Ваш взгляд, прямая связь между сюжетом и техникой? И какие для Вас сюжеты ближе к фотографии, а какие к живописи? — Я считаю, что прямой связи или прямой зависимости нет. То есть сюжет, идею художник может выразить совершенно разными техниками. То есть это уже, в общем-то, известно из опыта искусства всех времен и народов. Но то, что касается для сейчас, сейчас для художника фотография приобретает какие-то новые качества. И я даже думаю, что почему очень многие художники обратились к фотографии, потому что это позволяет какие-то именно сюжеты или идеи выразить в очень быстрой форме. То есть именно работать над фотографией очень интересно и приятно, потому как здесь есть какая-то сиюмоментность передачи своего впечатления. То, что касается живописи, то живопись сейчас, мне кажется, тоже непосредственно связана с фотографией, потому что изменилась технология, изменился подход к своему живописному произведению. Вот я говорю о своей технике. Я зачастую прибегаю к помощи фотографии, потому что не имею возможности мучить своих натурщиков и натурщиц долгими часами позирования. И теперь мне уже достаточно трудно отделить, чем фотография, то есть как фотография дополняет живопись и как живопись влияет на фотографию, потому что мне кажется, что здесь получилась единая какая-то система и для меня уже не происходит практически никаких разделений. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дива Дива Расскажите, пожалуйста, об авторах, которые Вы представляете на этой выставке, потому что наш зритель, к сожалению, да и не с Вами, не очень искушенный вопрос о современного искусства, особенно западного. И второй вопрос. Расскажите, пожалуйста, о значении этой выставки. На этой выставке есть два раздела. Один из них современный, а другой исторический. Исторический раздел начинается с конца XIX века, затем один зал посвящен произведениям, которые были сделаны в 30-х и в 20-х годах нашего столетия. Далее начинаются работы, которые были сделаны после Второй мировой войны, и открывается выставка тремя залами современных произведений, то есть с фотографиями и живописью, выполненными в 70-х, 80-х годах и вплоть до 1994 года. Мы, наверное, начнем с самых последних и будем двигаться вглубь, потому что здесь практически вся экспозиция таким образом расположена. И расположена не случайно, потому что в последние годы Тимуром Новиковым, который является сокуратором выставки и основателем новой академии изящных искусств, владеет идеей возрождения классического идеала. И, безусловно, это беспрерывно увлекает его в прошлое. И вот здесь есть работы таких известных художников, как Георгий Гурьянов, Белла Матвеева, Виктор Кузнецов и Олег Маслов, Денис Ельский, выполненные практически все в 1994 году, за редкими исключениями. В следующем зале работа самого Тимура, которая, конечно, прекрасно известна нашим зрителям. И вот менее известна работа московских художников Анатолия Журавлева. Это московский художник, фотограф и концептуалист, который сейчас живет в Берлине. И мы намерены во второй половине этого года устроить здесь свою персональную выставку. Представлена работа из коллекции «Гверия 1.0». Это такая сложная техника, фотографии, обработанные на компьютере. Кроме того, там есть одна фотография работы художницы Айдан Салаховой, которая очень известна. Она открыла в Москве первую галерею. И была одной из первых современных художниц, которой был доверен организовать советский павильон на Венецианском геннале, так называемые опекты. Кроме того, во втором зале еще можно увидеть две тарелки работы Джанни Версачи, очень знаменитого итальянского модельера. Одна из них называется «Путешествие Марко Поло», другая «Король солнца». И Тимур выбрал их для того, чтобы показать на этой выставке, как пример того, как художник-модельер, оставляя моду, занимается классическим искусством. В следующем зале, который называется «Святые», показаны фотографии Пьера Ижилия, Фарила и Паркина. Это французские и австралийские фотографы. А также платья Кости Гончарова, известного модельера и основателя фирмы «Строгий юноша», которая сейчас начала процветать в Ленинграде. Далее в следующем зале собраны художники, которые в основном группируются вокруг американского журнала, называющегося «Манипулятор». Это современная американская фотография 80-х, начала 90-х годов. И три работы художников из Москвы, Инны и Дмитрия Топольских, которые уже выставлялись в новой Академии изящных искусств и, вероятно, знакомы нашей публике. Далее в пятом, если я не ошибаюсь, в зале много произведений современных и, с другой стороны, 30-х годов. То есть там есть работа Ирны Куксина, это «Автопортрет». Самая последняя работа Ольги Тубрюкс, очень сложная компьютерная графика с фотографией. Кроме того, там последние фотографии Дениса Игирьского, театральный макет Андрея Медведева. И то, что, вероятно, очень привлечет публику, «Автопортрет» Сергея Курехина в виде Аполлона или, может быть, Орфея. Я думаю, что он предпочел бы изобразить себя Орфеей. Ему стоит считать, что это Орфея. Вот. Самое известное произведение, и, я считаю, один из шедевров на нашей выставке, это «Автопортрет» американского фотографа Роберта Мэйплторпа, недавно скончавшегося. Роберт Мэйплторп – это скандально известная фигура, потому что многие его выставки были запрещены, и в свое время мы так и не смогли привезти его выставку в Россию, в основном из-за цензурных соображений. Между тем, понятно абсолютно всем специалистам, и всем, кто любит искусство, что это один из самых замечательных фотографов в 80-х годах. И работа, которая находится у нас в экспозиции, называется «Медуза горбона». И вот, что особенно тешит в ней Тимура, это то, что это такая версия караваджо, вообще классической живописи, которая, между тем, сделана очень современно, чрезвычайно легко, и сам художник не зацеплялся на каких-то деталях, оставив, например, на руке часы сейка. И вот эта вот абсолютная современность также абсолютно совпадает с такой классикой, сделанной с легким дыханием, что особенно важно. Вот. И за этим залом самый тайный зал, где собраны все ревитеты, в основном принадлежащие Тимуру Новикову, и несколько работ принадлежат Сергею Бугаеву. Это работа старых фотографов, с которых, в общем, начинается история сопротивления, потому что идея устроителей выставки Тимура Новикова как раз исключается в том, что выставка показывает сопротивление и взрождение классического идеала в искусстве XX века. И так получилось, что когда импрессионисты, то есть модернисты или протомодернисты начинали работать, выйдя из мастерской известного французского академиста Блейра, они как раз отказались от такого дотошного реализма из-за того, что он считался фотографическим в обществе того времени, и это было синонимом дурного тона. И фотография остается фотографическим искусством, она продолжает быть верной идеалу красоты, идеалу прелести человеческого тела и классической традиции. И вот фотографы такие, как Вильген Фанглёден в особенности, немецкий фотограф, который прожил почти всю свою жизнь в городе Тармина на Сицилии, фотограф Карл Була, который работал в России, фотограф Нодар, одно произведение которого представлено в экспозиции, фотографы братья Алинари, которые снимали классические памятники, положили начало музею снимков классического искусства разных времен. Все эти фотографы выступают как хранители тайного культа, тайного культа любви к прекрасному, которые в течение уже более чем ста лет испытывают постоянную агрессию со стороны так называемого модернизма и всего, что тоже цепляется современным искусством 900-х, 970-х годов. И Тимур Новиков, как автор этой выставки, хотел показать, что сопротивление модернизму существует все время, и классика как бы вечно прорастает сквозь закрытую, как асфальт, почву, закрытую модернизму, как асфальт, я имею в виду. Вот, такова цель была наша, когда мы сделали эту выставку, и такие работы вы можете здесь увидеть. А каково значение этой выставки, на Ваш взгляд, про фрезонанс, который, возможно, последует? Ну, Вы знаете, я думаю, что вообще вот все это неоакадемическое направление для нашего города очень важно, потому что в данный момент именно с ним и отождествляется наше современное искусство, так же, как московское отождествлялось, то, что мы с московским концептуализмом, так сейчас можно сказать, что мы брели какой-то собственный образ в мире современного искусства, и что особенно меня радует, как музейного сотрудника, это то, что это искусство совершенствуется во всех смыслах и, в общем, и в живописном, что, конечно, нужно анхронично хвалить, но и это присутствует. И самое интересное, что появляются работы, сделанные с использованием компьютерных техник, вот, как, например, работа Олик Брюлокс, которые, на общем-то, сулят действительно большое будущее, потому что они хорошо получаются, и техника используется именно так, как она должна использоваться. Вот, и все это как-то вселяет большие надежды на будущее, и мне кажется, что для нашего города это очень важно. Как бы он представляет собой классическую руину, которая все время дает какие-то новые побеги. Спасибо. Пожалуйста. Солнышко, подожди. Микрофончик. Микрофончик. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...